Образование на протяжении всей жизни для пожилых людей, улучшение их экономических возможностей посредством университетов третьего возраста в странах Центральной Европейской Инициативы. Именно такое тематическое поле стало предметом для дискуссий участников открытой встречи. Впервые в городе над Бугом собрались международные эксперты, представители вертикали власти, волонтеры, работающие в социальной сфере пяти государств – Беларуси, Украины, Польши, Германии и Италии. Подобное мероприятие – хороший способ поделиться уже существующим опытом, а также возможность найти надежных партнеров для реализации актуальных современных проектов или закрепить уже существующие связи. Это конференция двойная, это обмен опытом и с другой стороны это открытие нашего совместного проекта, нового проекта. Мы презентируем наш проект, и поэтому мне, конечно, интересно, какой опыт есть в других организациях, структурах. Место для проведения открытого диалога было выбрано не случайно. На протяжении последних нескольких лет Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района города над Бугом развивает проект «Институт третьего возраста». Инициатива реализуется совместными усилиями сотрудников учреждения и педагогами и студентами социально-педагогического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. Кружки и клубы по интересам, занятия спортом, встречи с известными людьми – и это только часть большой и кропотливой работы. Новая задумка творческого коллектива – помочь пожилым людям сделать свои увлечения не только интересными, но и прибыльными, что должно помочь улучшить их материальное благосостояние. Сегодня с нашими зарубежными коллегами мы будем обсуждать вопросы не просто предоставления образовательных услуг пожилым людям, а создания условий для формирования социальной активности пожилых людей, для вовлечения их в общественно значимую, в общественно полезную деятельность. И уже сегодня в нашем институте существует и успешно работает межпоколенный волонтерский клуб. Почему межпоколенный? Потому что членами его являются как студенты молодежи, так и пожилые люди, слушатели института третьего возраста. В настоящее время у нас тесное взаимодействие с Брестским научно-технологическим парком, с различными бизнес-структурами. И мы пробуем создавать рабочие места для молодых пенсионеров и для людей с ограничениями, которые в силу физического состояния не могут работать где-то там на предприятиях каких-то. Для них мы попробуем создавать рабочие места, в том числе и на домом. В рамках встречи эксперты обсудили насущные темы. Это и взаимное сотрудничество между государственными и негосударственными структурами, итог которого позволит расширить возможности участия пожилых людей в жизни города. А также вопросы использования представителями почтенного возраста в своей деятельности современных информационных технологий. Перечень актуальных вопросов велик. Очень важно сейчас именно привлечение к этой работе НГО, негосударственных коммерческих организаций. Поэтому мы надеемся, что государственные учреждения, органы власти и НГО совместно дадут такой, так скажем, толчок, новый импульс в предоставлении такой услуги, как занятость пенсионеров и инвалидов.